Как все запущено? Они совершенно уже не умеют разговаривать друг с другом. Вы посмотрите, сколько оскорблений сыпется на ее голову. Может так статься, что после этих оскорблений они друг другу не смогут простить уже не главное – обман, а те слова, которые были сказаны друг другу? Надо делать паузу. А мы пока посмотрим, что же там случилось. Да, действительно, разговаривать уже им довольно сложно, да и не нужно. Необходимо привлечь посредников, я думаю, и передать, в общем-то, любимому мужчине через знакомых любщих, через родственников или, может быть, даже через адвоката просьбу пройти вместе добровольно генетическую экспертизу. Вы знаете, сама готовность к такой экспертизе может уже убедить мужчину в том, что ребеночек его. Если на это мужчина не пойдет, то надо понимать следующее. Ребенок, рожденный в браке, а также ребенок, рожденный в течение 10 месяцев после расторжения брака, незачем было прятаться, можно было развестись спокойно, чтобы не усугублять конфликт. Ребеночек, рожденный в течение 10 месяцев после брака, считается ребенком мужа. Поэтому следующий шаг возможно ждать от огорченного отца и ожидать того, что он обратится в суд с иском об оспаривании отцовства. Вы знаете еще, почему это хорошо? Потому что, обратившись в суд с таким иском, отец обнаружит, что он должен платить довольно существенные деньги, на минуточку порядка 30-40 тысяч только для того, чтобы оспорить отцовство. А ему предлагали сделать то же самое дешевле и добровольно. Ладно, хорошо. Убедившись в том, что он отец, я думаю, что мужчина оттает. С моей точки зрения, главное, повторяю, не усугублять конфликт. Иногда процесс разворачивается все-таки по оспариванию отцовства, и супруги вынуждены в суде общаться. Если в качестве задачи поставлено желание помириться, то я бы не советовала вот этой матери ребенка и однажды обманувшей мужчину женщине появляться в суде. Потому что публичные изобличения друг друга, они прощают значительно тяжелее, нежели любой конфликт на кухне, в ванной или в спальне. Процесс случился, процесс закончился. В отцовстве отец убедился, возможно, не согласился. Вечные байки окупленных экспертизах, в которые я лично слабо верю. Дальше, если примирение не состоялось, то женщина имеет право обращаться в суд с иском о взыскании алиментов. Ну и дальше лечить будет время. Я думаю, что она может лечить. Провинившаяся должна на время склонить голову. Вы знаете, в моей практике были иные ситуации. Когда женщина, достойно ведшая себя в процессе и показавшая, что она умеет с достоинством нести некое наказание, а ведь это история наказания за однажды совершенную ошибку, она внушает мужчине уважение. И ситуация заканчивается соединением. Тем более ребеночек-то действительно его. Ребеночку больше 10 лет он будет высказываться в суде относительно того, где он хочет находиться. И не исключено, что он действительно останется с отцом. Замечу, на время любое решение о передаче детей на воспитание, оно не навсегда. Если однажды ребенок почувствует или поймет, что ему лучше с матерью, он сам придет к матери и может быть вынес на новые решения. Что касается маленького ребенка, то я глубоко убеждена, что если мать сможет... Субтитры создавал DimaTorzok